Я хотел бы обратить ваше внимание на одно предприятие, Мотор Сич. Вы сейчас поймете в чем связь. Мотор Сич поставляет детали военным Российской Федерации и работает в Ордло. Это заявление было в июле 2019 года. Было расследование, даже ряд расследований о том, что украинское предприятие на пятом году войны, на шестом году войны, снабжает российские предприятия, причем оборонного комплекса, всевозможными деталями, помогает им и так далее. Это кажется абсурдом, но так оно и было. Компания Борисфен обслуживает ФСБ, к примеру. С 2015 по 2018 год, по данным российских госзакупок, она получила 3,5 миллиона долларов на продолжение срока работы авиационных двигателей моделей АИ, что-то там 9В. Короче, вот. В общем, украинские компании обслуживали ФСБ и помогали там все. И вот наступил этому конец, наконец-то. Владимир Зеленский своей стальной рукой, железной перчаткой, как бы бахнул и национализировал Мотор Сич. Рассказывали, что на самом деле, что этот тупой наркоман просто выполнил поручение, которое ему дали американские партнеры, чтобы, не дай бог, Мотор Сич не ушла к китайцам и так далее. Но я в это не верю, скажу вам честно, я в это не верю. Что вот это вот вы сейчас видите, друзья мои? Дело в том, что в Мариуполе, там же много мариупольцев осталось все-таки, это мирных граждан. И вот мирные граждане рассказали, что СБУ так спешно покидали свои помещения, что некоторые документы они просто разбросали. И по Мариуполе летают документы. Летают документы, и один из этих документов попал как раз-таки к нашему стороннику. Он его посмотрел, говорит, ого, ну интересный документ, отправлю-ка я Анатолию. Он отправил мне, и вот это вот я вам сейчас читаю. Зовут его Иван Иванов, и живет он в Мариуполе, да, адреса точного не знаю. Так, ТВО начальника ДТУ управления дислокацией Мариуполь вот, отправляет некое письмо 28.01.22 касательно деятельности Мотор Сичи как раз-таки Бахмутовским районным управлением 2 по дислокации Мариуполь в ходе, короче, они контрразведывательные какие-то мероприятия проводили, направленные на противодействие разведывателям подрубной деятельности специальных служб иностранных государств или деятельности организаций, та-та-та-та-та. И вот они кое-чего выяснили. Я перевожу просто по ходу, да, потому что мне так удобнее. Смотрите, друзья, Мотор Сич Зеленский хлопнул в марте, национализировал жесткой рукой. А 13 июля 2021 года в городе Дубно Московской области Российской Федерации состоялось совещание при участии представителей авиатехсервиса, это Россия, Борис Фен и Мотор Сич, это Украина, Запорожье, обсуждали, как они могут взаимодействовать в сфере ремонта российских военных вертолетов. Потому что это все-таки важно. И вот, пожалуйста, представители от ПАД Мотор Сич выступил главный технолог, главный контролер и начальник отдела технического контроля. То есть целая делегация отправилась в Московскую область для того, чтобы это как раз таки обсуждать. На Раде обговоривалось питание налагоджения процессу запуску ремонта авиаційных двигуней с використанием вырубничных потужностей Луганский авиаційный ремонтный завод. Он перебывает под зовнішним управлением ТОВ Авиатех Север. Луганский авиаційный ремонтный завод, как вы понимаете из названия, он имеет отношения к Луганску. То есть тут получился такой конгломерат. Конгломерат. Это при Зеленском. Это как сейчас просто модно говорить, там Порошенко торговал, там все такое. Я не знаю, а Зеленского теперь можно вот в связи с этим считать государственным преступником. Потому что состоялся конгломерат. Предприятие, которое национализировал Зеленский, у которого там есть большие-большие интересы, через несколько месяцев после национализации, приезжает в Московскую область, где ведет переговоры с российскими предприятиями, как с привлечением мощностей луганского предприятия помогать российской армии. Вопрос-то ведь серьезный. Здесь как раз таки справка. Двигатели ТВ-3-117, семейство авиационных турбированных двигателей, которые используются на силовых установках геликоптеров Ми-24, Ми-14, ударных, которые в свою очередь оснащено 95% российских вертолетов среднего класса. И они выпускали серийно на Моторсич, но с 2014 года было принято решение с НБО персональные и специальные экономические санкции. Но это разумно. Не может же украинское предприятие поставлять двигатели на российским вертолетам, которые потом прилетают, и их... Ну давайте, не ошибся ли я с размещением Луганского авиационного ремонтного завода. Зарестрованы за адресу Миста Луганск-4. Ага. Так, зарестрованы за адресу Луганск, улица такая-то. Ясно. Ну, в общем, зважаючи на выклады, не выключают возможность участие ПАД Моторсич в деятельности с ремонтом авиационных двигателей с метою их подальшего постачания для потреб Збройных сил Российской Федерации, что в свою очередь приведет до нанесения шкоды национальным интересам. И вот об этом сообщил полковник, начальник Бахмутского районного отделения, наверное, 2-го управления в Мариуполе Александр Борисов. Сообщил он об этом 27 января 22-го года, а менее чем через месяц разразилась война, и прилетели те самые вертолеты с теми самыми двигателями. Что было предпринято, чтобы предотвратить это до 24 февраля? Ничего. По нашей информации, вообще ничего. Потому что мы тут пообщались с людьми, начали тут звонить, спрашивать, все. А люди говорят, ничего. Ничего. Просто сказали не дергаться. Это чей-то большой-большой бизнес. И мне странно. А не могло окружение Зеленского участвовать в этом бизнесе? Как вы думаете? Ну и плюс, я благодарен Службе безопасности Украины, конечно же, за разбросанные по Мариуполю документы.